На селекторное совещание руководитель региона собрал своих заместителей, министров и главврачей больниц. Представленный документ – это своего рода инструкция, что предстоит сделать в отрасли в ближайшие пять лет. Одни из основных направлений – подготовка квалифицированных кадров, повышение уровня медуслуг в селах и создание сети офисов врачей общей практики. Сегодня это самая острая проблема в здравоохранении края, считает Вениамин Кондратьев. Сегодня что-то требовать с врачей районных, городских, иных больниц. Можно даже сто раз стучать кулаком по столу, это будет неправильно и неверно, потому что они, наоборот, делают, исходя из сегодняшних возможностей. Они у вас далеко не лучше. Задача этой стратегии – дать вам максимально другие возможности. Возрахование не должно жить по остаточному принципу. Здесь важно проводить реформы поэтапно, без революции и потрясений. Здесь они ни к чему не приведут. Не нужно здесь махания шашками, не нужно изначально кого-то делать виноватым, не нужно кого-то обвинять. Я уверен, что при системном подходе, системном нарезе мы нормально выйдем. Главный принцип стратегии – медицина, доступная каждому жителю края. Во многих поселках и станицах больницы и поликлиники сегодня нуждаются в срочном капитальном ремонте. А в некоторых населенных пунктах и вовсе некуда обратиться за медпомощью. Людям приходится за десятки километров добираться в районный центр. Как один из выходов – строительство кабинетов врачей широкого профиля. По подсчетам, до 2020 года их предстоит построить не меньше полутысячи. Привлекать в село будут и квалифицированных медиков, как мотивация, предоставление жилья и повышение зарплаты участковым врачам. Мы планируем увеличить зарплату участковых врачей уже к следующему году до 45 тысяч рублей, средних медработников до 24 тысяч, а к концу 2020 года зарплата врача будет 86 тысяч и 43 тысячи соответственно у среднего медперсонала. Это первое слушание стратегии. Подготовить ее к краевому Минздраву Кондратьев поручил еще на недавней коллегии. По первым подсчетам, на реализацию представленной пятилетней концепции понадобится около 90 миллиардов рублей. На согласование документа глава региона отвел не больше недели. Каждый, находясь руководителем своего лечебного учреждения, вроде как несет ответственность только за это учреждение. Нет. У нас с вами одна общая ответственность. Вот давайте на это ориентироваться. Поэтому стратегию неделю на согласование, теперь Евгений Федорович, давайте сделаем, раз она у вас разработана, с главами муниципальных образований, то есть каждый пусть включит, хотелка, не хотелка, это вы их тогда убедите, хотелка это или это их крик, это реальность. И тогда мы этот документ максимально сможем обоюдно обсудить, принять и я его готов утвердить. Участие в последующих обсуждениях стратегии помимо глав муниципалитетов примут и главные врачи ведущих медучреждений Кубани. В том числе при согласовании проекта в первую очередь будут опираться на мнение руководителей краевых больниц. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.